Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами наведем порядок в тех зонах, где я очень редко заглядываю с уборкой. Протирать мы будем средством от Вандерлап для влажной уборки. Я его добавляю буквально чуть-чуть в водичку, так как там на 5 литров нужно 1 третью колпачка. Я совсем немножко добавляю. Одна из первых зон это нижняя часть буфета, ну и верхняя тоже приходится, так что я там очень редко навожу порядок. Потому что в принципе эта зона такая, знаете, больше для хранения. Мы там не залезаем туда каждый день, что-то взять, что-то там, ну как в шкаф с одеждой мы заглядываем ежедневно, да, чтобы одежду брать. А вот это место, оно такое больше просто для хранения вещей. И конечно сюда я с проверкой заглядываю только тогда, когда допустим у меня переизбыток банок. Я понимаю, что у меня уже банки не влезают на полочку и мне нужно разобрать банки, что-то оставить для себя. Те банки, которые возможно нам понадобятся. А те банки, которые уже не влезают или они мне не нужны, я их собираю в пакетик, жду. Либо когда мы поедем в поселок к родителям, либо когда они к нам приезжают и отдаю их свекрови. У них свой дом, у них много места для хранения и в принципе они занимаются домашним хозяйством и им банки всегда будут нужны. Поэтому мы банки пустые отвозим свекрови. И себе я оставляю небольшое количество, потому что мы закрываем, я вот не делаю прям супер много закруток разных. У меня еще нет опыта, да и в принципе как-то огорода своего нету, да, и не с чего особо готовить. И получается, что мы больше делаем хреновину, грибную икру, еще что-нибудь такое вот небольшое делаем, какие-то заготовочки. И вот этих баночек, которые я себе оставила, мне хватит в принципе надолго или что-то переложить, допустим, да, в какую-то из большой емкости в маленькую. Вот маленькие баночки я всегда себе тоже оставляю несколько штук, для того, чтобы можно было остатки какие-то куда-то переложить. Такого количества мне в принципе достаточно. И сверху у меня еще хранятся здесь компотики, утюг и мерный стаканчик. Внизу у меня совершенно мало предметов, потому что кофеварку я выставила давно на продажу, она как-то все не продается. Я прям ее по бюджетной цене выставила и также выставила блинницу. И здесь у меня хранятся аксессуары для мясорубки и сама мясорубка. И если я продам кофеварку, блинницу, да, там в принципе останется у нас только термос и аксессуары для мясорубки и сама мясорубка. И больше ничего. В принципе здесь у меня хранение такое скромное, небольшое. Но очень удобно, что эти все вещи не на виду где-то лежат, не мешаются под ногами, а лежат в таком укромном уголочке, да, что если понадобилось что-то, ты пошел, открыл, взял и убрал на место. И глазу это никак не мешает. И вот такой порядочек у нас здесь получился. Я оставила лишь те баночки, которые возможно мне понадобятся. У нас здесь компотики стоят. И внизу у нас тоже то, что ждется и продажи, и мясорубка. В принципе больше ничего. Ну и у нас там газовый баллон. Это летом мы ездим отдыхать на природу. Спрей от комаров и так далее. Это нам понадобится потом летом. Также не забываю протирать дверцы. Знаете, вот я думала, что белое, оно очень маркое. Но возможно из-за того, что мы редко пользуемся вообще в принципе, да, этим буфетом, возможно из-за этого он не марается. Он в принципе у меня чистый, никаких пятен, никаких следов от пальцев нету, даже на ручках. Возможно из-за того, что редко его используем. Но как мебель для хранения он мне подходит идеально. Я давно мечтала о буфете. У меня прям какая-то мечта такая была, что я хочу буфет. И вот я его приобрела и очень довольна. Но многие не понимают, зачем буфет. Он такой громоздкий. Нет, он не громоздкий, он совершенно небольшого размера. Я прям его подбирала под этот уголочек по размерам. И он мне идеально подошел. В выдвижных ящиках я также редко заглядываю туда с уборкой какой-то. Потому что там в основном у меня организованно лежат те вещи, которые в принципе могут пригодиться. Но в то же время они не всегда пригождаются. Допустим семена. Семена не пригождаются только по весне, когда мы будем планировать высадку овощей. И также Сереже на работе подарили семена голубой ели. Не знаю, что из этого получится. Здесь даже есть целая инструкция такая. У нас их два наборчика таких. Так как это дарили деткам на Новый год. Будем пробовать выращивать голубые ели. Также у меня есть еще трава для кошек. Вот я про нее сейчас вспомнила. О том, что надо бы кошкам попробовать еще раз посадить траву. Также здесь у меня есть вот такие вот красивые разные салфеточки. Они у нас только для праздников. И то, знаете, гости у меня когда приходят, если я их выкладываю салфетки, то люди как-то красивые салфетки не берут. Им привычнее вытираться простыми белыми салфетками. И эти салфетки остаются нетронутыми. И не знаю, вроде бы можно даже их использовать для декупажа куда-то. Я их использовала в свое время для декупажа. Но в основном, конечно, они у меня лежат с целью украшения сервировки стола. И все. Здесь у меня такое хранение тоже по какому-либо поводу. Туда праздник, допустим, либо для того, чтобы просто хранить. Вот семена хранятся до времени определенного. И салфетки тоже вот только на праздники. И в принципе все. Ну и большой топорик у нас это для разделки мяса. Когда, допустим, мы берем большое количество мяса, нам нужно его разделать. Если там есть какая-то большая кость. И также протираем ручки и сами дверцы. А во втором ящичке у меня еще все проще намного. У меня есть корзинка такая, там хранятся у меня разные зажимы. Штопор, которым мы никогда не пользуемся. Потому что как-то вот не пьем вино. Там вот такого ничего не пьем. Поэтому оно как-то еще не пригождается. Но в свое время когда-то давным-давно мы покупали. Потому что у всех есть штопор. И он нам тоже нужен. И вот он так и лежит. Ну действительно может быть такой момент, когда кто-то придет в гости, а штопора нет. Ну будем ждать момента, когда кто-то свинцом загляет. Данит к нам в гости. Я помню как-то поступил мне комментарий о том, что вот контейнеры вырви глаз. Такие разноцветные. Кто меня смотрит давно, они знают, что у меня у Ксюши под одеждой. Например, контейнеры такие пластиковые. Тоже вот как вот этот красненький. Разного цвета и так далее. И как-то видимо люди привыкли, что все одинаковое. Там одноцветное, однотонное и так далее. Но для меня вот то, что я храню внутри в шкафу, в принципе особо не играет роли цвет емкости. Потому что этого визуально не видно. Это просто емкость для хранения. Она стоит копейки. Она намного дешевле каких-то дорогих икеевских емкостей и так далее. И поэтому для меня это просто как бы место для хранения. И на цвет я особо не обращаю внимания. Поэтому по этому поводу я даже не заморачиваюсь. Здесь соорудила вот такую вот коробочку из-под игрушки Дашиной. И я туда складываю такую маленькую мелочевку. Какие-то дубли киндеров. Для того, чтобы потом возможно кому-то отдать. Какие-то игрушки, которые знаете поломались. Деталька где-то отвалилась. Потом, когда уже коробочка эта наполнится. Я уже проведу расхламление. Это такой у меня накопительный пункт. Либо игрушек, которые можно будет кому-то отдать. Либо уже выбросить надо будет потом. Протираем пыль на поверхности, на столешнице. И здесь у нас стоит только фоторамка большая. С фотографиями семейными. Увлажнитель воздуха. И сюда я для подручности, так сказать, чтобы под рукой было. Коробочку поставила, чтобы вышла из детской комнаты. И закинула туда какую-нибудь мелочевку. Вот это количество банок от меня будет уезжать. Сейчас пока что я сложу это все в пакет. И потом при возможности я это все передам. Либо свекрови, либо мы сами уже отвезем в поселок. И передадим уже там сами лично. Еще одно место для уборки, куда я не часто заглядываю. Это зимний холодильник. Там я навожу порядок очень редко. Не знаю, может раз в 3-4 месяца. Я навожу там порядок, когда понимаю, что если я залезаю туда за картошкой, допустим. И понимаю, что у меня там уже творится хаос. Пора вытряхнуть пеленочки, на которых у меня, где они у меня постелены. Что там много какой-то шелухи, грязи и так далее. И тогда я уже, конечно, навожу порядок. Такие места как-то вот меня сюда еще особо не тянет. Потому что, возможно, у меня не очень удобно сделано место. Дверца одна плохо открывается, потому что холодильник довольно большой. Как бы нету такого прямого доступа. И вот эта возня с дверцей очень неудобно туда подлезать. Конечно, она отталкивает. Мы планируем когда-нибудь заменить на пластиковый холодильник. И вот даже не знаю, как это правильно сделать. Чтобы дверцы нормально открывались. Я даже не знаю, как это все правильно сделать, спланировать. Но надеюсь, что у нас когда-нибудь это случится. Решила я снова вот в такие корзинки, ксюшины, такие же яркие, пестрые, вырви глаз, переложить лук и чеснок. Очень удобно с беспроводным пылесосом. Знаете, прибираешься, нашелушила, что-то наморала. Хоп, рядышком пылесос лежит. Ты взяла, пропылесосила и все. И считайте, у вас пол уже чистый. И красота. И вот у меня получились такие две корзиночки. В одной у меня лук для нарезки и чеснок. И все, останется здесь у нас все это составить. И эта полочка у нас в принципе готова. Вроде кажется, не так много времени это занимает, но рука буквально не тянется совершенно. Но когда приходит настроение или время навести порядок, то конечно я там навожу порядок. Наверху у нас всегда, что знаете, что у моей мамы, что у... Мне кажется, у многих так в зимнем холодильнике всегда стоят какие-то заготовочки. Заготовками, я как говорила, я сама не занимаюсь. У меня занимается мама, свекровь, бабушка. Они этому обучены. Я вот как-то даже не берусь это делать, потому что как-то я боюсь испортить. Но в то же время, когда если испортишь, получишь опыт. Но вот как-то, я не знаю, мне жалко продуктов. Я боюсь, что я что-то не так сделаю. Возможно, это просто мои какие-то внутренние страхи. Что я боюсь что-то новое испытать на себе. Но в то же время, как-то пока не могу собраться с мыслями, начать делать какие-то заготовки. Ну и также нет у нас такого количества, чтобы массово так запасаться. Допустим, максимум могу сделать пару баночек. И возможно, что-то и получится, но пока не рискую. Напишите обязательно в комментариях, делаете ли вы заготовки. Как вы этому научились? Было ли вам страшно в первый раз такие заготовки какие-то делать? У меня вот мама делает солянку, борщ, кабачковую икру, грибочки, помидорки, огурчики. Я как-то вот прям вообще боюсь. Не знаю, как это все делать. Это столько времени надо посвятить этому всему. Возможно, еще из-за нехватки времени. Что сейчас дети маленькие и пока что нет времени даже элементарно за этим всем следить, натирать в таких количествах, перерабатывать это все. В общем, пока не мое время. И опыта пока нет. Возможно, я бы смогла это сделать под руководством мамы. Что она бы со мной была рядом, я прям брала и делала. И она бы указывала на мои какие-то ошибки. Либо прям направляла меня. Но мы живем далеко друг от друга. И вот такого опыта я не успела еще получить. Также протираем дверцы. Снаружи я дверцы красила интерьерной краской моющейся. И решила проверить, действительно ли она не сотрется. И да, все хорошо. Я ее дверцу протерла. Ничего, краска не стерлась. Не осталась на тряпочке. Ну что, давайте здесь посмотрим результат. Внизу у меня только картошка, лук, чеснок. И сверху у нас баночки с заготовками. В принципе, все. Мы молодцы с вами здесь навели порядок. Ну и еще одно место я покажу, где очень редко навожу порядок. Я не знаю даже по времени, как часто я сюда заглядываю или редко. Даже не соображу, если честно. Потому что здесь тоже лежат такие предметы, которые в принципе очень редко требуются. Это, например, джойстики. У нас сейчас нет особо времени вообще в какие-то игры играть. Раньше как-то было посвободнее со временем. Играли часто и мы с Сережей, и Дашенька с Сережей. Сережа сейчас очень часто на работе. А я как-то не игроман. У меня такого нету, чтобы я там села и играла. У меня совершенно на это нет времени, если честно. Также здесь есть диски для приставки. Здесь тоже коробочки такие организованы для Сережи электронных сигарет. И также есть коробочка для батареек. И в принципе здесь все. Так как здесь нету таких вещей, которые прям часто-часто ежедневно нужны, я, конечно, сюда с уборкой не заглядываю совершенно. Если действительно прям настрой есть, или действительно там какой-то хаос, когда ты заглядываешь и не можешь даже найти, разобраться, где какая вещь лежит, то, конечно, уже, да, приступаешь к уборке, все вытаскиваешь и наводишь в порядок. Хотя бы немножко визуальный такой порядок. Протираешь пыль. Потому что все равно, конечно, хоть ящик закрытый, то пыль все равно при открывании, не знаю, дети бегают, щелочки, куда-то залетает пыль. И все равно, конечно, беспорядок там образуется, и пыль накапливается, и так далее. Там у нас лежит всегда рулетка. Это у меня такое подручное место для того, чтобы, если я что-то задумала передвинуть, или мне нужно что-то замерить. Я взяла рулетку, не бегала на балкон, не искала ее. Взяла отсюда и что-нибудь быстренько замерила. И второй ящик также у телевизионной тумбы. Он также у нас редко используется, потому что там лежат какие-то шнурочки, проводочки. В основном там лежат самые основные. Все, что совсем не востребовано, я убрала подальше. Чехол этот я расхламляю. И пока я навожу порядок здесь, в этом ящике, я отвечу на один комментарий. Устаю ли я от бытовых вот этих всех дел, от этой рутины? Ну, я же не супергерой какой-то. Конечно, я устаю. Я тем более такая маленькая, хрупкая. У нас, помимо того, что есть, как у всех, да, домашние дела, у меня есть и другие еще проблемы с семьей, с болячками, и совсем-совсем, и, конечно, когда все это, какие-то проблемы наваливаются, еще эта рутина бесконечная. Конечно, да, мой организм дает сбой, моя нервная система дает сбой. Конечно, я, бывает, и плачу, и устаю от этого всего, и жалуюсь. Тем более у нас родители живут далеко, и нет такого, что кто-то пришел с моими детьми, посидел, погулял, поиграл, а я там, допустим, в то же время отдохнула, себя в порядок привела. Я одна на этом поле, и получается, что Сережа работает, я занимаюсь с детьми домашними делами, но я не жалуюсь от того, что я устаю. Я понимаю, что, да, ну так сложилось, родители далеко живут, да, и как я выхожу из этой ситуации, я просто беру и не делаю, не навожу порядок, там, не готовлю. Если я не хочу готовить, я понимаю, что у меня на это нет сил, я просто беру, иду в магазин, покупаю либо сосиски, колбаску, пельмешки, что-то такое прям примитивное, что можно быстро приготовить и облегчить себе состояние, о том, что ты не стоишь у плиты 2 часа, чтобы накормить всю семью, я просто беру и не делаю. Не хочу, не прибираюсь, пускай это там обрастет пылью за пару дней, пару-тройку дней, зато я спокойно отдохну. Да, бывают такие моменты, все мы выпадаем из этого ритма, все мы устаем, поэтому я не робот, и, конечно, я устаю и справляюсь так, что я просто беру это и не делаю, и таким образом отдыхаю. Ну что, смотрим результат наших точек основных, где мы навели порядок, там, где, в принципе, я не всегда, точнее, не часто навожу порядок, мы с вами в этот раз добрались до этих мест. Это, конечно, не все места уборок, которые редко наводятся там порядок, но вот эти основные три зоны я вам показала, и, возможно, потом еще в дальнейших роликах также покажу места, в которых очень нечасто заглядываю с уборкой. А на этом я сегодня с вами попрощаюсь, я надеюсь, я вас хоть немножко смотивировала, обязательно пишите свои комментарии, возможно, у вас есть какие-то вопросики, буду рада на них ответить в следующих роликах. А на этом я с вами попрощаюсь, всех люблю, всех целую, всем до новых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok